Этим утром замерзающий украинский город Геническ начал получать газ из Крыма. Это произошло по распоряжению Владимира Путина. С просьбой о помощи от имени 25 тысяч жителей обратился мэр. В условиях аномальных холодов произошел сбой в системе газоснабжения, к которому из-за бездействия центральных властей город оказался не готов. Тема продолжит Григорий Емельянов. В Геническе до минус 25. Для юго-херсонской области сильнейшие морозы на 20 градусов ниже средней температуры зимой. И именно в этот момент пиковых нагрузок дала сбой система газоснабжения. Нас вот открывает, да? Вот она, зажигалка. А он и не шипит. Из-за резкого снижения давления в газопроводе без топлива остались около 2000 абонентов. В основном это семьи, живущие в многоэтажках, а также десятки домов частного сектора. За помощью обратились к России. От имени жителей Геническа мэр этого города на фоне низких температур, сохраняющихся в последние дни, обратился к российской стране с просьбой обеспечить поставки газа, чтобы не дать жителям города замерзнуть. Владимир Путин рассмотрел это обращение и, исходя из гуманитарных соображений, поручил проработать вопрос о возможности обеспечения подобных поставок, чтобы помочь жителям Геническа пережить сильные морозы. И вот спустя считанные часы вопрос решен. Как сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Казак, газ в нужном объеме пошел с территории граничащего с Херсонской областью Крыма. По ставкам приступила компания «Черноморнефтегаз». Предполагается, что из Крыма в Геническ будут подавать до 20 тысяч кубометров в сутки, в зависимости от погоды и уровня потребления. В городе уже подтвердили, что топливо пошло. Кстати, жители Генической давно предполагали, что могут в какой-то момент остаться без тепла. Дело в том, что в силу специфики здешних месторождений газа их никогда не хватало для полного обеспечения района. И дополнительную подкачку всегда осуществлял Крым. Вот только в этот раз заключать договор с крымскими энергетиками Киев не счел нужным. Рассказывает бывший глава Геническа, вынужденный после смены власти на Украине переехать в Крым. Есть месторождение в Стрелковом, которое в Азовском море. Оно настолько слабое давление там, и оно без черноморгаза и без дополнительной подкачки со стороны Крыма его никогда не будет хватать. Едва ли об этом задумывали те на Украине, кто кричал о тотальной блокаде полуострова. А националистов ведь и тогда мало беспокоило, что в результате их диверсии на линиях электропередачи страдала в том числе все та же Херсонская область. Вот и сейчас Крым, который сам по вине украинской стороны в сильный мороз испытывает перебои с электроэнергией, из гуманитарных соображений греет замерзающий украинский город. Григорий Емельянов, Алексей Козлов, Первый канал.